Это видео с тест-драйва американских броневиков Хамби. Первая партия этих машин прибыла в Незалежную. Всего в рамках помощи Украине США решили отправить в Киев 200 таких внедорожников. Их можно десантировать, они неплохо зарекомендовали себя во время операции в Афганистане и Ираке. Но на Украину эти машины попали в базовой комплектации, то есть без особой брони и вооружения. Модернизировать новинку решили на месте, своими силами. Правда, получилось не совсем так, как хотелось бы солдатам. На Львовском бронетанковом заводе была проведена его минимальная модернизация, был сделан бронекорпус. Установлен станок под один пулемет НСВ. Не самая удачная модификация, например, не было установлено бронестекло, бронезаслонки стояли. Станок, скажем так, прямо скажем, неудачный, поскольку пулеметчик находится сверху, ничем не прикрытый, люк узкий. Но эти проблемы оказались не единственными. Во время испытаний украинские военные подметили некоторые особенности машины. Оказалось, что из-за низкого качества дизельного топлива в незалежной, в американском автомобиле быстро забиваются фильтры, примерно каждые 4000 километров. Но главная проблема, с которой могут столкнуться подразделения Нацгвардии, это нехватка запчастей. Можно поставить пару опытных образцов, например, американских автоматических винтовок или чего-то еще. Но где к ним специалисты, которые обучены пользоваться этим оружием, где к нему запчасти, где к нему вся система обеспечения, этого нет. Хамви – это не единственная новинка украинской армии. Американцы отправили в незалежную беспилотники и вездеходы. На эти цели в Вашингтоне выделили 75 миллионов долларов. Правда, долгожданного настоящего оружия Киев так и не дождался. Но некоторые эксперты уверены, что Нацгвардия все-таки получила некоторые образцы западных винтовок и пулеметов. Об этом пишет итальянское издание «Иль Джорнале». На страницах газеты, в интервью, ополченцы открыто заявляют, что силовики стреляют из американских танков «Абрамс», а также 3000 десантников из США вскоре должны отправиться в Киев. А это британский бронетранспортер «Саксон». Украина решила приобрести 20 таких машин. Цена получилась почти символическая – 51 тысяча долларов за единицу. Но и техника не новая. Эти БТР собирали еще в 1976 году. По мнению экспертов, этот европейский металлолом совершенно непригоден для современных боевых действий. Дело в том, что броня корпуса размещена не под наклоном, а прямо. То есть никакого рикошета не будет. Пуля пробьет прямо в цель. Генерал Ричард Донат, возглавлявший Генштаб Великобритании с 2006 по 2009 год, назвал закупку этого вида военной техники со стороны украинского правительства «аморальным поступком». В необходимости такой новинки засомневались и украинские журналисты. Вот кадры одного новостного сюжета о прибытии этой чудо-машины в Незалежную. «Саксон» даже не доехал до полигона для испытаний. Он просто заглох. Наши БТРы два метра спокойно преодолевают. А за этот я не уверен, что двухметровый окоп переедет. Но это были не единственные приключения британской машины на Украине. Посмотрите на эти кадры. Вот так закончилось испытание «Саксона». В 70 километрах от Киева бронемашину из Англии попали в аварию. Это неудивительно. Машина неустойчива при движении и не может ездить на большой скорости. В итоге водители не справились с управлением. Один БТР съехал в кювет, другой врезался в отбойник. Местный новостной канал передал информацию, что один военнослужащий погиб. Уцелевшие бронетранспортеры были приняты на вооружение Нацгвардии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!